и снова всем здравствуйте друзья мои вы только посмотрите куда привезла я вас посмотрите у нас белый пароход и над ним радуга я выскочила скорее радуга была через все небо но по-моему даже она и сейчас я знаю конечно что очень плохо камера передает все эти природные явления но вот по-моему радуга вам видно этот белый освещенный солнцем пароход вот какая просто великолепная сегодня у нас панорамка с вами друзья посмотрите я вам покажу еще также наш берег и вот еще одна радуга обратите внимание я вот теперь вот я вижу что вы должны это видеть посмотрите какая прелесть боже друзья вот такие моменты все равно я понимаю что камера не дает вам великолепие это я сейчас попробую ближе подойти но мне вы знаете даже не хочется камеру выключать просто я боюсь что это великолепная радуга она то появляется то исчезает а знаете еще такую историю что те кто видит радугу полностью через все небо таким коромыслом огромным тот будет счастлив и даже если вам такая радуга приснится во сне это значит на счастливую полную жизнь друзья смотрите радугу во сне смотрите радугу наяву живите с широко открытыми глазами и будет вам счастье посмотрите друзья до куда волны добивают когда здесь шторм видите вот здесь вот лавочки здесь это вот стена такая которая защищает как далеко океан и тем не менее как он сейчас низко вода низкая у нас вода ушла отлив но вот все это вот где я сейчас стою пространство она все поднимается заполняется водой и вода большая бывает такая что она сюда захлестывает волны посмотрите сколько набила камней сколько голышей набила вода посмотрите вот такой бывает огромный прилив даже не верится иногда очень хотелось мне с вами прогуляться здесь по побережью но боюсь все таки что несмотря на всю эту красоту и радугу даже если будет ветер шуметь а он наверняка будет шуметь в камеру как мне жаль как мне жаль не удастся не удастся нам здесь с вами побеседовать по поводу мартина конечно же как только я вернулась приехала мы с ним были немножко на связи но не сказать что прям он на мне писал каждый день уже как-то у нас это все наше общение все реже и реже отношения так вроде тянутся тянутся но не очень чтобы мы прям вот наслаждались нашим общением мы потом то что я уехала конечно кто же будет меня так долго ждать два месяца не знаю я не вдавалась подробности я приехала мы опять встретились и вы знаете самое интересное что я уже теперь как-то более наверное со временем стала смотреть трезвыми глазами на эту нашу ситуацию когда человек приезжает тогда когда ему хочется не вроде как многие мне могут сказать что я тут еще капризничаю боже в моем-то возрасте будь рада и довольна что у тебя хоть такой мужчинка приезжает и греет тебя в холодной постели которая действительно холодная такую жуткую здесь погоду сырую и холодную да это так хочется конечно быть с кем-то не хочется быть одной но понимаю я так что как-то человек совсем даже не знаю какое слово тут применится всем обнаглел наверное так вот скажем да но он то есть он как-то не особенно париться как говорят сейчас молодежь по поводу того что вот там я попрошу что-нибудь если раньше он сразу прибегал но мне-то конечно очень жаль что все так произошло у нас как-то все потихоньку потихоньку пошло на снос пошло на убыль и уже тут ничего поделать вероятно я не смогу оставлять вот так вот знаете как говорится и не то и не сё а просто встречаться иногда не знаю вот у меня по этому поводу вспомнился стих я сейчас постараюсь вам его прочитать я очень люблю веронику тушнову если кто не знаком с ее творчеством то вот послушайте одно из ее великолепных стихотворения любви я поняла ты не хотел мне зла ты даже был предельно честен где-то ты просто оказался из числа людей не выходящих из бюджета не обижайся я ведь не в укор ты такой мне бесконечно дорог хорош ли нет ли это сущий вздор любить так уж любить без оговорок я стала невеселая прости пускай тебя раскаяния не гложет сама себя попробую спасти никто другой меня спасти не сможет забудь меня из памяти сотри было и нет и крест поставь на этом а раны заживают изнутри а я еще поеду к морю летом я буду слушать как идет волна как в грохот шум ее перерастает как отступая шелестит она как будто книгу верности листает не помни лихом не сочти виной что я когда-то в жизнь в твою вторгалась и не печалься все мою со мной и не сочувствуй я не торговалась ничего уже не объяснить что случилось мы не знаем сами и еще пытаемся любить за зиму остывшими сердцами только вечер призрачен и тих сладко пахнет морем и цветами ты еще коснешься губ моих холодными губами я еще ладонь твою сожму но сердца уже спокойно бьются не осознавая почему так нелепо люди расстаются а это одно из моих стихотворений слова мои к тебе не долетели они прилипли накрепко к воде они остались здесь а в самом деле нужны ли были те слова тебе их больше уж никто тебе не скажет тех слов что разбросала я в пруду осколки мыслей уж никто не свяжет они останутся а я уйду и долго будут плавать словно перья что птица потеряла на лету письмо порвала что ж грущу теперь я как будто провалилась в пустоту ты не горюй обо мне не тужи тебе они мне доживать во лжи мне это никто не прикажет молчи улыбайся когда хоть криком кричи не надо мне до скончания лет думать да говорить нет я то живу ничего не то я как на ладони вся боль моя как на ладони вся жизнь моя какая не есть вот она я мне тяжело но тебе тяжелей ты не меня ты себя пожалей пожалей пожалей